Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет называться так. Его эмоции, его чувства на данный момент ко мне. Давайте будем смотреть. Одна позиция, общий расклад. Загадывайте любимого человека. Руки-ноги не скрещивайте. Да, вам тоже очень интересно, как он там. Я ушла, и что теперь. Здесь практически полностью женщина вышла из отношений. Не мужчина, а женщина. Так или иначе. Может быть, вы это сказали, может быть, не сказали, может быть, по-английски ушли. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим его. Кто он, кем он является на данный момент, что он делает, чем он занимается сейчас. Если у мужчины есть дети, он сейчас думает о детях. Он хочет приехать к своей любимой женщине, той, которая родила ему этих детей. Или ребенка, неважно. Вот он хочет сейчас быть с этой женщиной любимой и с детьми. Если нету детей, здесь мужчина вспоминает прошлое с этой женщиной. А у него четко здесь двойка кубков. Мужчина влюблен. И мужчина любит очень сильно. Ему сейчас на данный момент не хватает этих эмоций. Встреч, любви императрицы ему не хватает. Да, потому что здесь женщина взяла все в свои руки. И она ему сказала, теперь я буду здесь повелевать. Теперь я буду управлять. Я буду командовать. И теперь ты только меня будешь слушать. Здесь женщина взяла в оборот его. А он так считает, это его мысли. Кстати, может быть, женщина обладает какими-то способностями. Ну, старший Аркан Мак, он и в Африке Мак. Может быть, у него есть какие-то способности. Или она умеет управлять людьми. Она умеет управлять мужчинами. Хочет свиданий. Хочет приехать. Хочет наладить контакт. Очень сильные эмоции, очень сильные чувства. А вот Росла так и называется же, да? Его эмоции, его чувства. Мужчина любит. Он не может без этой женщины. Или она его жена, которая родила ему детей. Или это любимая женщина, с которой он хотел бы иметь детей. И хотел бы видеть ее в качестве супруги. Это я вам говорю, сто процентов. Потому что он влюблен. Он видит в этой женщине императрицу. Свою половинку. Он видит ее прекрасной любовницей. Ему не хватает ее, чтобы обнять, поцеловать, приблизиться. Вот ему не хватает эмоций сейчас. У него очень холодно. У него на душе, я не знаю, пасмурно. И она ему нужна для того, чтобы немножко она его согрела. Может быть, ему одиноко. Он живет один, брошенный, заброшенный какой-то там, я не знаю, в холодной квартире. И он сейчас ностальгирует, потому что вот этой императрицы не хватает. Он уже, знаете, он уже согласен. Окей, ладно, хорошо. Ты хочешь управлять, ты хочешь командовать, ты хочешь взять надо мной вверх. Я согласен. Я уже на все согласен. Только дай, позволь мне к тебе приехать. Только дай, позволь мне к тебе прикоснуться. Быть с тобой рядом. Опять тебя увидеть. Здесь мужчина о сексе тоже думает. Но не в плохом смысле, а в хорошем смысле. Ему согреться хочется, ему прижаться к родному, близкому человеку хочется. Вот этого ему не хватает. А как он сейчас видит вас по отношению к нему? А вы такая мечевая. Мечевая. Вы, видать, ему в интернете или как-то так словесно сказали? Типа пошел вон, чтобы я тебя больше в своей жизни не видела. Все. С глаз долой и сердце вон. Попробуй только приплизься. Кто ко мне с мечом придет, тот от меча и погибнет. А вы такая, знаете, вы как бы жесткая. Ой, какая жесткая по отношению к нему. Я не думаю, что это ваша настоящая энергия, в которой вы постоянно находитесь. Скорее всего, это к нему такая. Потому что он вас такой видит по отношению к себе. Это вы такая к нему. Вы ему так сказали, не приближайся от вас. Такой холод идет постоянно. Не поговорить, не переписываться, не сблизиться. Да вообще ничего от вас. Какой он еще? Такая колкая. Остроумная такая, знаете, прям как скажете. Хоть стой, хоть падай. Еще какой он вас видит сейчас. Но вы творческая профессия женщина. Вы такая сама очень интересная, очень красивая, искусная такая. Вот прям замечательная, такая умница. Сообразительная. И, как сказать, красоту любите. Вы творческая женщина. Художник такой внутренний, да, у вас. Еще какой он вас видит. Как будто вы сейчас меняетесь, преобразовываетесь. Вот по отношению к нему. Вы очень сильно устали от него. Вы как будто, да, вы как будто он уже не может вас вернуть. Он понимает, что она очень сильно изменилась. Уже все, я ее вернуть не могу. Она для себя определилась, что я ей не нужен. И она будет теперь меняться абсолютно в другую сторону. Я ничем ее теперь назад вернуть ее не смогу. Она уже нашла себе выход. И она идет к этой уже, да, к этой, как его, к этому белому свету в конце туннеля. Все, уже она этот белый свет увидела. Все. И она хочет быстрее выйти из моей тьмы со мною. Потому что от меня она устала, а я ей уже поперек горла. Она устала со мной выяснять отношения. Она устала быть мужиком. Она хочет. Он понимает, что вы хотите. А вы хотите быть любимой. Вы хотите быть желанной. Вы не хотите ни с каким мужчиной вообще спорить. Вы хотите знать свое женское место рядом с мужчиной. И вы рядом с собой хотите мужчину, который будет вести себя подобающим образом. Вы для себя все четко понимаете. Он это видит. Он видит, какая вы. Вы преобразовались. Вы уже другая. Не такая, какая раньше. Ему очень больно от этого. Потому что он видит, что он вас теряет уже. Практически потерял. Практически уже все потерял. Потому что вы уже как бы, ну... Я вижу свет в конце туннеля, куда я как бы плыву. Куда я лечу. Хорошо. Какие у него эмоции? Какие у него чувства к вам на данный момент? Ну вот смотрите. Ему сейчас вас очень сильно не хватает. Он очень сильно вас любит. Любит. Даже, даже, если у мужчины не свободны. Даже если вы знаете, у него много было женщин. Вы думаете, они сейчас ему нужны? У-у-у. Но это вы так считаете. Вы его давно уже не видели. Не общались с ним. Он сейчас вам будет говорить, что только вы ему нужны. И он будет прав. Может быть, на этой почве вы, кстати, и поругались окончательно. Когда вы узнали, что у него кто-то есть. Что он не один. Что он с кем-то еще переписывается. С кем-то живет. С кем-то обнимается и целуется. Или что он вам изменил. Неважно. Но вы его как-то цепанули на чем-то. А он сейчас будет говорить, да, мы все ошибаемся. И я тоже ошибался. Да, было, может быть, не отрицаю. Но на данный момент я все-таки понял для себя, что именно только ты мне нужна. А вы ему скажете, а что ты хочешь, милый? Поезд уже уехал. Ты долго думал. Я уже прозрела. Я уже для себя поняла, что ты мне не нужен. Правильно? Ну вот как-то вот так это будет звучать. Неким диалогом между вами. Еще его чувства и эмоции к вам на данный момент. А он хочет быть с вами. Вот видите, здесь цепочка как складывается. Мужчина вас выбрал. Он хочет быть с вами. Он понимает, что только вы ему очень дорогие, близки. Он хочет решить вопрос. Может быть, с ребенком вашим совместным, да? Или же просто с вами поговорить. Он хочет конкретно. Ну как-то, я не знаю, разложить все по полочкам. Вы знаете, этот мужчина ходит по дьяволу. И он ничего с этим поделать не может. Вот, ну ничего поделать не может. Вы, кстати, наверное, по этой причине-то и расстались. Что он по дьяволу гуляет. Его постоянно тянет. Тот к бабам, то к пьянкам, то, может быть, к наркотикам. То еще там, я не знаю, к взяткам. То какой-то такой жизни разгульной, где вы как-то, у вас в мозгу это не укладывается. Потому что вы не хотите такого мужчину рядом. Хотите спокойной, нормальной жизни. С достойным мужчиной. А его все тянет куда-то, понимаете? Вот тянет постоянно. В какие-то зависимости, в какие-то дебри, в какое-то болото. И он сам не осознает. Может быть, и осознает. Но ничего с этим поделать не может. Мужчина закрытый, четверка Пентакли. Но закрытый мужчина. Кстати, опять должна сказать. Может быть, на мужчине есть магическое воздействие. Почему он такой закрытый? Делали через темную-темную, вот, дьявольскую, так скажем, магию. Но закрывали его от всех баб, может быть. Закрывали, может быть, от вас. Может быть, его присрастили там к пьянке, гулянкам, еще к чему-то. Делали что-то на него. И у него понакатанное пошло и поехало. Пить, курить, гулять. Знаете? Может быть, на него приворот вообще делали. Но так сделали, что не получили итога никакого. К вам тянется назад, к вам тянется. Приворот, может быть, делали на другую женщину. Все может быть. Здесь разбираться же надо. А мужчина сам по себе закрытый. Понять не может. Не открывается. Жмот. Крахобор. Скупердяй. Моё не отдам. Ревнивый. Может быть, там и ревновать-то не к чему. А он к столбу ревнует. И он считает, по-любому, что бы вы там не предприняли, что бы вы там не надумали, вы все равно являетесь его женщиной. И попробуй переубеди. А он не понимает, он не соображает, потому что он четко понимает. Это моя любимая императрица. Чё она там решила? Меня бросить? Ну-ну. Всё равно я её не отпущу. Попробуй только с каким-нибудь мужиком я её встречу. Переломаю всем бошки сразу. Понимаете? А чё, думаете, таких мужчин нету? А, полно. Потому что он считает, она эта женщина моя. Почему она должна с кем-то встречаться? Она пусть со мной разберётся. А вы попробуй докажи, что вы с ним разбираться уже не хотите. Вы от него устали. Он не понимает этого. Как она со мной устала разбираться? Чё это? Она же баба моя. Значит, должна со мной разбираться. Ну, как бы так. Может быть, у него это, знаете, психологическая травма с детства. Мать жила всю жизнь с отцом-алкоголиком. И разбиралась с ним. Терпела и разбиралась. А чё? Бьёт, значит, любит. Вот мать и терпит его. Понимаете, отца? А ребёнок маленький, растёт. Он же на это всё на глазах. Он всё это видит. И он посчитает, что у меня тоже такая женщина должна быть. Которая меня будет терпеть. А не будет терпеть, а нафига мне тогда нужна? Правильно? Слюбится, стерпится. Его эмоции, его чувства к вам. Ой, как с вами сложно-то стало, а? Это его мысли. Как с ней сложно-то стало, а? Раньше было проще. А сейчас прям не знаешь, как к ней подход найти. Очень сложно. Как будто от рук отбивается. Вы так из рук хотите вырваться прям? Как будто вас пытается так удержать в руках, а вы так раз? Вырваться прям хотите? Вырваться? Здесь женщина прям жаждет. Быстрее бы уже, господи, свалил с моей жизни уже, с моих глаз. Чтобы я уже не видела его. Здесь женщина прям вот уже прям кричит. Господи, не надо мне его, Яна. Не гадай мне уже его. Ну, девочки, ну не оставляет он вас в покое. Не оставляет. Оставлять не собирается. Не собирается. Потому что он считает, что так или иначе вы друг друга стоите по-любому. У вас союз с ним. И по Фемиде, да, по справедливости, надо как-то, ну, 50 на 50 распределять роли. Чтоб всем было хорошо, комфортно. И вам, и ему. А по-другому никак. Знаете, он понимает, что накосячил. Понимает. Ну, ничего сделать не может. Ну, я ж мужик. А чё, я знаю, как не косячить. Я знаю только, как косячить. У меня такая мужская доля. Ты же должна понять. Вечно девочка, а здесь женщина, вернее, должна всё понимать. А мужик, ну, а чё? Ну, а чё? Он только чокать могут, знаете, вот это вот. Вот, а чё? Ну, я такой. А чё, я должен быть другой? А какой я должен быть? Ну, здесь мужчина такой немножко, понимаете. Такой, ну, недогоняющий. Недогоняющий. Здесь ничего понимать не хочет. Я такой, я такой. Пусть меня понимают. Пусть меня слышат. Вот такое ощущение, как прототип своего отца, понимаете. Он проигрывает его. Вот как у него отец был. Ну, такой отец у меня был. А мама его понимала. Вот, значит, мне и баба должна тоже понимать. Вот и всё. Его эмоции, его чувства к вам. Ну да, вы такая звезда. Вообще-то. Мне сейчас вообще не до тебя. Я ушла. Не знаю, когда приду. Девочки, вы здесь нацелены уже чётко на себя. Дом, семья, квартиры, деньги, работа, бизнес. Многие нацелены на новые отношения. Прям вот начиная с января месяца. Вы прям этот январь, боже мой, этот 31 декабря, вот этот переход в 1 января ждёте, как, я не знаю, как Господа Бога. Ну, когда же уже, когда, когда, когда я уже всё, я уже готова, платье приготовила, всё. Я буду встречать просто будущего суженого. Здесь многие будут гадать на Новый год именно на Нового суженого, что интересно. Вот я говорю 100%, запомните. Здесь все женщины, кто смотрит этот расклад, на этот Новый год, 31, будут гадать на Нового суженого. Потому что очень сильно хотят новых отношений. Потому что всё уже надоело. Всё, я с прошлым ушла. Ушла я от него, ушла уже. Всё, не хочу. Да, вот здесь точку все ставят. Всё, уже все до конца 31 года, все ставят точку. Сейчас многие даже мне здесь напишут. Яночка, если он до конца 31 года не появится, всё. Да, я согласна, я верю вам. Мне даже писать не надо. Я вам верю, что у вас уже всё, да. Я здесь уже вижу, что вы уже всё здесь ставите. Уже даже сейчас ставите всё уже. Даже не к 31 декабрю. Вы с 1 января уже начнёте новую жизнь. Вас уже не узнать. Вы даже вряд ли будете, наверное, меня уже смотреть. Мне придётся, наверное, с 1 января уже другие расклады делать. На Нового суженого появится и когда? Вот все будут смотреть с удовольствием. Потому что ноги ходят тягомоти, но уже как-то поперёк горло стоит. Да, а вы такая, всё, не хочу. У него были попытки. Сколько раз он пытался. Всё мимо. Не знает, как правильно. Не чувствует меня, не понимает. Пусть идёт лесом. Пусть найдёт себе такую же идиотку, как он сам. И будет у них прекрасная пара. А меня пусть оставит в покое. Отлично, девочки. Я вас понимаю. Да, я тоже за это. Я тоже всегда считаю, что пара должна быть с парой. Ну вот, пусть найдёт себе такую же, как он. И там будет прекрасная пара. А вот здесь, понимаете, как король Пентакли, если он ваш супруг официальный, вряд ли вы от него избавитесь. Я вам хочу сказать. И не важно, там 1 января у вас новая жизнь не начнётся, не первого. Вряд ли от него избавитесь. Потому что здесь чётко мужчина сказал, что хрен с два, я от тебя разведусь. Всё, будем жить дальше, как жили. А если он всё-таки не ваш супруг, конечно, он будет так терпеливо наблюдать дальше за вами. Пока вы там себе не найдёте. Как найдёте, он сразу вылезет. Как гриб после четверга. После дождичка в четверг. Вылезет, как этот гриб, понимаете. И задаст всем там, я не знаю, трёпку. Да, он скажет, а чё это, я здесь парень её, я её здесь мужчина. А ты кто такой вообще? Иди отсюда, до свидания. Я здесь её мужчина. Он будет всех отгонять. Потому что здесь по колесу фортуна он вас не собирается вообще отпускать. Если вы сейчас ему скажете, что я с 1 января начинаю новую жизнь с новым мужиком, у него такие глаза будут, понимаете, на выкате по 5 копеек. Как пьялушки вылезут из орбит. Он скажет, чё ты сказала, ещё раз, пожалуйста, помедленнее, я записываю. Чё ты там нового мужика себе нашла? Или найти хочешь с 1 января? Ну-ну, а меня-то спросила? Да, и попробуй ему только скажи, да, я точку уже с тобой поставила. Он скажет, чё? Чё ты там поставила, я не понял? Ещё раз помедленнее, я записываю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Девочки, тут чувак у вас такой. Ну, вообще-то, с чувством юмора тоже у него всё нормально. Но просто он не понимает, понимаете? Он не понимает. Чё вы его не хотите? Он не понимает. Чтоб вы ему объяснили, это надо очень много говорить. Здесь нервы надо трепать свои, объяснять ему, орать надо. Он всё равно до него не дойдёт. Чё это вы его бросили? Я не понял. Чё это она от меня отказывается тут? Понимаете, до него вообще не доходит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Он вам дал передышку для того, чтобы вы соскучились по нему. А не для того, чтобы вы решили себе другого мужика искать. Слышите меня, девочки? Не смейтесь, я говорю серьёзно. Я вам сейчас говорю мысли вашего мужчины. Потому что он вам это передаёт здесь. Я ей дал возможность успокоиться, привести себя в порядок и ждать меня дальше. А она там что думает, мужика сеного найти? Ну-ну, пусть только найдёт. Будем разговаривать по-мужски. Да, он хочет видеть вас, знаете, какой? Успешной, красивой, сексуальной, яркой, интересной. Чтобы вы языки там учили, я не знаю. Чтобы вы там научились вязать, шить, крестиком вышивать. Да, серьёзно говорю. Кто там выучил испанский язык? Он хочет, чтобы вы ещё итальянский выучили, чтобы он вами больше гордился. Если вы там вкусно готовить научились, он хочет, чтобы вы ещё и печь научились, чтобы он вами гордился. Ага, я говорю серьёзно, не смейтесь. А сейчас я ему сейчас скажу, а ты знаешь, зачем она эту паузу взяла? Для того, чтобы себе другого найти, новую жизнь свою устроить, личную. Семью. И такого же мужика, как она. Понимаешь, она вот знает итальянский язык. И мужик, чтобы такой же был интересный, который знает китайский или монгольский. А почему нет? Себе подстать она ищет. То у него сейчас глаза здесь из орбит повылазят. Чё она там, кого он там найти хочет? Монгола, что ли, какого-то? Ну-ну, пусть найдёт. Здесь мужчина хочет, чтобы вы не кого-то себе там искали, а занимались собой. Себя, чтобы вы нашли. Понимаете, что он хочет? Да, я говорю серьёзно, я не шучу. Он хочет, чтобы вы собой занимались, работали. Были для него красивые. Красивый. Для него, вот всё для него было. Для него, а не для кого-то другого. Чтоб вы успокоились. Сердце себе не разбивали. Потому что он вам хочет сказать, что он вас любит. С чего ты взяла, что у меня там кто-то другая, какая-то другая есть? Не надо себя накручивать. Ты себе сердце разбиваешь. Ты что в себя в тупик какой-то загоняешь? У нас всё с тобой будет хорошо. Он вам говорит это. Что у вас не всё, будет всё хорошо. Ты самое главное там занимайся собой. Будь для меня красивой. Деньги зарабатывай. И меня жди. Да, и будет, у нас любовь с тобой будет. А что ты там надумала? Кого-то себе другого найти. Что, тебе секса не хватает? Я тебе не подхожу, что ли? Я ещё такой мужчина огонь. Увидишь скоро. Девочки, говорю серьёзно. То, что он передаёт вам. Только вы всё усложняете. Это он вам говорит, что вы всё усложняете. Вы сейчас ему говорите, что это ты всё усложняешь. А он вам это хочет сказать. Вы ему сейчас говорите, потому что я устала ждать. Я ничего интересного не вижу за всё это время. А я ждать устала. Время идёт. Ты меня не ценит. Не ценил, не ценишь. И, наверное, ценить-то не будешь. А он говорит, нет. Это тебе так кажется, что я тебя не ценю. Ты у меня императрица. Ты у меня девятка пентакливая. Ты у меня дама пентакливая. Ты у меня самородок. Ты у меня бриллиант. Ты у меня такая женщина, где в мире такой нету. Это его слова. Просто ты, милая моя, всё усложняешь. Ты, как женщина, должна быть мудрая. Всё должна понимать и не усложнять отношения. А ты всё усложняешь. Вот так вот. Он хочет, чтобы вы к нему нашли ключик. Потому что вы женщина. Это ваша обязанность. Найти ключик своему мужчине. За каждым сильным, успешным мужчиной находится сзади женщина, которая терпит, понимает и ведёт его по жизни. Вот что он хочет. А у нас идёт он, король мечёвый. Жёсткий конкретно. А вы его только зеркалите сейчас. А ему не надо, чтобы его зеркалили. Ему надо, чтобы его понимали и любили. Чтоб его постоянно хвалили. Чтоб за этим мальчиком стояла вот эта вот девочка. В виде вас, который ведёт его к солнцу, к свету, восхваляя, сажая его там, я не знаю, на белокрылого коня. И где он, как Наполеон, будет завоёвывать весь этот мир. Да, и вот он к семье только так прийти и хочет. Вот только так он к семье прийти с вами хочет. Понимаете, официально, неофициально, не знаю. К семье он так с вами прийти хочет. Вот ваша обязанность, женщина, он вам говорит. Я сейчас говорю вам его словами. Вот твоя обязанность меня восхвалять, меня терпеть, меня слушать и уважать меня, как мужика. А ты делаешь абсолютно всё наоборот. Всё наоборот. Поэтому ничего не получается. И ты тем образом хочешь другого мужика себе найти? Чтоб его тоже так же портить, как меня испортила? Хрен с два, не получится. Никого себе не найдёшь, не допущу. Я выскочу именно тогда, когда кто-то появится. Не пущу, со мной ещё не разобралась. Девочки, вам совет. Занимайтесь собой. Научитесь от жизни получать удовольствие. Вы слишком зациклены на нём. Будете долго вот так постоянно на нём зациклены, ничего хорошего не будет. Не договоритесь, ничего не получится. Научитесь получать от жизни удовольствие. Декабрь начался. Начните прям с завтрашнего дня расслабляться. Вы и расслабляться не умеете. Вы не можете отвлекаться на приятные в жизни вещи. Это ваша беда в последнее время. Вы зациклены только на работе, на этих несчастных отношениях, на этом несчастном мужике, на себе несчастный в личной жизни. А надо немножко расслабиться. Расслабиться нужно. А у вас работа, 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 над собой работа, в жизни работа, деньги зарабатывать. Вы знаете, заезженная женщина никому не нравится. И себе, и мужчине тоже. Вы себя заездили уже просто. Вы же не конь, вы же женщина. Вспомните об этом. Начните уже отдыхать. Хотя бы элементарно. Хотя бы по чуть-чуть. А не быть вот так вот по горлу, по макушку, заваленной работой. Это вам совет от карт. Что вам нужно сделать? Если вы давно хотели куда-то съездить, я не знаю, музей открытый, парки открыты. Что у нас здесь открыто? Какие-то магазины, центры. Куда вы хотели в последнее время съездить, расслабиться, отдохнуть, посмотреть, глазами насладиться, увидеть какое-то что-то красивое? Сделайте это. Вы почему себе на горло постоянно нажимаете, не разрешаете себе то, что очень сильно хочется? Вы разучились от жизни получать удовольствие. Вот начнете получать удовольствие, а потом, как накатано, и пойдет все лучше, 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 лучше. И жизнь ваша будет преобразовываться. И так вы выйдете на хорошую личную та же жизнь. А пока все так плохо, ну что вы ждете? Вы себя начните. Будет счастье. Эмоции и чувства его сегодня. Бушует, конечно, отпускать он у вас не собирается. Ревнует. До безумия и до безобразия вас любит. И бесится от того, что вы не можете найти к нему подход. Все по той же причине, стандартной, классической, что вы женщина. И вы должны многое простить, понять, принять и так далее. Самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Берегите себя, своих близких. И до скорых встреч. И до скорых встреч.